Моя, она украинка такая, и вот именно бабушка подкладывала на меня очень много таких вещей, которые я не смог забыть, поэтому я не очень радовался тому, что происходит в Крыму, пришлось переехать в Киев, но я хочу немножко не об этом, я хочу сказать вот о чем. Я сейчас как раз, когда пастор Валерий говорил, я вспомню, как я пришел в Богу, это было 20 с лишним лет назад, и я был студентом, просто студент приехал, и мои друзья у меня на этаже, они начали мне рассказывать про то, что есть Отец Небесный. Ну я думаю, ну хорошо, как это Отец Небесный? Ну, я понимаю, у меня есть мой Отец, да, здесь на Земле, а это где-то там на небе, кто-то там, что-то там делает. И они мне сказали, ну ты просто поверь, доверься и начни, да, а там уже посмотришь, как это все. Я сначала какое-то время не мог это сделать, потому что, ну реально, как бы сложно разговаривать с воздухом, да. Но потом как-то я такой подумал, у меня наступил такой кризис небольшой в жизни, там, появились такие обстоятельства, где мне пришлось довериться Богу, пришлось покаяться, вот то, о чем говорил как раз Валерий, да, то есть в каком смысле покаяться, что я просто жил те годы, которые до Бога, я просто жил, опираясь на себя. И когда наступил этот кризис, я понял, что вот, ну, сил нет, куда дальше, да, надо какая-то, нужна какая-то другая сила, на которую опереться, и начал доверять. И мне они объяснили, эти люди, что Бог, Он Отец, вот Он Отец, и Он вот тебя будет проводить через разные периоды твоей жизни, и ты с Ним там наладишь отношения, Он тебе будет открываться, говорить, рассказывать, очень важные вещи. Ну, я так вот поверил, но это было такое первое младенчество в моей жизни, да, то есть вот я просто поверил, что Он Отец, и начал с этим Отцом строить отношения. Было же просто такое тоже, да, я уверен, да. И потом, когда я уже немножко подрос, Бог начал доверять мне, как раз, вот тоже, о чем вы говорили, это служение. Ну, сначала, там, принеси подарок, конечно же, там, колонку поднеси, там, не знаю, на гитаре сыграй, вот, там, не знаю, что-нибудь, расскажи какой-нибудь стих, там, еще. Ну, в общем, все, что возможно было, кто не попросил бы, ну, я пытался делать, просто вот я думаю, ну, раз люди просят, надо делать, просто помогать, делать, действовать. Это кое-то наступило, можно сказать, подростковый какой возраст, да. А потом, когда я немножко еще подрос, я начал спрашивать Бога, Господи, а какое вот ты хочешь дать мне служение вообще? Ну, там разное служение, ну, и студенты, ну, и молодежи, и семьи, и где только, но где-то, наверное, это был 2003-2004 год, Бог начал, ну, даже раньше, это было 2000-2001, но просто в 2000-2001 я это делал так, ну, как, Бог начал мне говорить, вот, есть дети, у которых нет отцов. Ну, я думаю, ну, а я тут при чем, нет у них отцов, это их проблема, в общем-то, детей. Но потом Бог начал говорить, ну, подожди, ну, я же твой отец, да, ну, вот, у них нет отцов, да, ну, вот, иди, будь им отцом и открывай меня, для того, чтобы я стал их отцом тоже. Ну, это интересно. Значит, сначала первые два года я просто начал ездить в интернат, ну, как, вот, интернат, да, вот дети, которые, ну, вот, классно, приехал, да, раз сидел, первый интернат, второй раз сидел интернат, и я, вот, как, типа, наставник, там, привез им хлеб, а тогда, если вы хотите, были такие сложные времена, и в интернатах даже с едой были проблемы, и так, батоны привезешь, белый такой вкусный, да, и, там, разрывают, а вот, десятерок съедают, там, сок тоже съедают, конфеты, еще что-то, все замечательно. Но потом так произошло, что я понял, что, ну, два года прошло, скажем, мы, там, рассказывали о Боге, там, Бог-Отец, Он нас так любит, Отец, любит, Отец. Смотрю, мы вообще, как-то, немножко мимо. Ну, вот, как-то, ну, происходит что-то, но ты же потом, вот, ты приехал, два часа в район, ты с ребятами, да, потом уехал, а, ну, как бы, вот, ну, сто шестьдесят остальных часов, они находятся сами, там, в своем таком режиме, да, когда-нибудь ездили, да, кто-то ездил в интернат когда-нибудь здесь, да, было такое, вот, ну, там просто происходят какие-то процессы, которые сложные какие-то, да, и Бог начал мне говорить, слушай, ну, так не пойдет, я же с тобой разговариваю, вот, как-то лично, да, там, открываюсь у тебя лично, ты вот так приезжаешь, и так у тебя все это, ну, скажем, на такое, на расстояние вытянутой руки, как бы, отцовство, наставничество, и он, интересно, что я начал молиться, и думаю, ну, господи, а что ты хочешь вообще от меня, вот, как ты определишь процесс, да, и Бог мне начал через жену говорить, то есть, не сам, потому что он уже, наверное, ну, понял, что бесполезно, да, начал через жену, и жена подходит, говорит, слушай, там вот есть этот парень, вот, такой хороший, вот, давай мы, может быть, его заберем себе в семью, а я вообще, ну, ходил пару месяцев, уже об этом думал, но я вот не знал, как жене подрулить, на какой козе, потому что, ну, как, вот я подойду, начну говорить, она скажет, ты вообще, приехал, ребенку у нас три года, мы живем на арендованной квартире, там, ну, я сам из Ялты, а жили в Сумферополе, ну, в центре Крыма, ну, она говорит, ну, давай, давай попробуем, в итоге мы взяли двоих, и потом еще третьего, и потом еще одну девочку, и интересно, что мы жили в трехкомнатной арендованной квартире в центре Сумферополя, я был директором благотворительной организации молодежных пасторов церкви, да, и вот 2003-2004 год, просто вот открыли свой дом, свою семью, свою жизнь для вот таких ребят, просто Бог начал действовать, и вот с тех пор прошло уже, ну, сколько, 12, там, сколько-то лет, и Бог действительно через эти все процессы очень интересно открылся, как отец, вот было владенчество, было подростковое возрасте, сейчас Бог открывается тоже как отец, я понимаю, что, может быть, это не для всех, может быть, кто-то не может это делать, но у кого-то есть другие таланты, другие способности, другие служения, где мы тоже проходим возраста, владенчество, подростковое возраста, отцовство, где мы понимаем, как Бог-Отец говорит, как Он открывается, и вот сегодня мы именно с этим посланием приехали в Куан-Церк. Примите? Я надеюсь, что примите. Мы сейчас больше откроем, что конкретно мы хотим сказать, но это именно слово о том, что Бог является Отцом. Но интересно, что это можно как-то применить более конкретно, и мы хотели бы вот сегодня применить это конкретно так. Если вы откроете 67-й Псалом, 6-й стих, Псалом номер 67 и 6-й стих, там сказано так, про Отца, про Бога Отца, там сказано так, Отец сирот и защитник или судья вдов, Бог в святом жилище своем. Бог, это седьмой же стих, чуть-чуть совсем, начало самого стиха. Бог одинокий вводит в дом. Вот то откровение о том, что Бог Отец, и Он меня усыновил в моей жизни, привело меня к тому, что мне пришлось даже свой дом открыть и стать отцом для тех, у кого не было этих отцов, да, и чтобы мои руки были руками для того, чтобы служить вот тем, у кого не было рук, которые вы послужили. И я верю, что это тот Бог, который меня любит, который меня усыновил. Я верю, что это именно Он меня ведет туда, глубже, в понимание, что такое быть отцом. И Он твой Творец, и Он и меня сделал отцом. У меня есть и биологические дети, двое сыновей, и я благодарен Богу за них, но у меня также есть и приемные дети. И я благодарен Богу за приемные детей. И я знаю, что это все дети, которые живут и жили у меня дома, это все ребята, которые мои родные ребята. И я понимаю, что это очень трудный труд, потому что это не всегда только улыбки, не всегда только радости. Иногда это сложности, иногда это трудности, иногда это даже какие-то конфликты. Но Бог действительно открывается, проводит, помогает и действительно дает ту благодать, ту милость. Может быть, какое-то раскаяние даже, когда что-то делаешь не так. Для того, чтобы сделать то, что хочет Он. И так, как хочет Он. И вот это очень важно. Сегодня мы приехали с Белла-экшеном. Он еще не доехал до Львова даже, а мы уже здесь. Мы опережаем события, но очень важно, чтобы мы в церкви Вашей это сделали по одной простой причине. Знаете, по какой? Потому что мы благодарны. Вот именно вашей церкви, Гефсимания, мы очень сильно благодарны. Особенно в лице пастора Валерия и Вячеслава Диакона, да, что эти два человека пробежали, ну, наверное, не знаю, я даже не сочетаю, сколько кабинетов, километров, метров, для того, чтобы мы здесь были. Не только здесь, но и в том городе, где мы сегодня будем производить наш Вилла-экшен, да, в Червонограде. То есть в Червонограде и два дня во Львове – это реальная заслуга вашей церкви. Но реальная заслуга вашей церкви почему, опять же? Потому что у вас есть Бог-Отец, который открыл вам это, показал вам это. И вы заботитесь о нас, о тех, кто несет слово о том, что Бог-Отец, сирот и защитник вдов. И мало того, вы принимаете не только Его и этот Вилла-экшен, а тех ребят, которые едут в этом Вилла-экшене, а они тоже. Некоторые из них бывшие беспризорники, те, кто были на улицах, те, кого оставили мамы и папы, но которые нашлись. Бог нашел. Вот это очень важно. И мы хотим сказать три вещи. Первое. Важен каждый ребенок. Важны вам важна датына украинского пола. Каждый ребенок ценен в глазах Бога, и он должен быть ценен в глазах людей. Но почему-то часто у людей не происходит, что-то не щелкает, да, и не происходит того, что вот ребенок ценен. У Бога всегда ценен каждый ребенок. Аминь. Для чего-то же родился ребенок. Например, ребенок с инвалидностью или ребенок с синдромом Дауна. Он зачем-то нужен? Бог его привел сюда, в этот мир. Может быть, для него, может быть, для нас, может быть, для Бога, может быть, еще для кого-то. Мы не знаем. Но Бог ценит каждого ребенка. Второе. Каждый ребенок. Послушайте, каждый ребенок. Ему нужно каждому ребенку жить в семье. В любящей и заботливой семье. Не может ребенок жить в интернате. Не может ребенок жить в детском доме, или не может он жить в подвале, или на улице. Потому что ребенок, когда приходят в мир, ему нужны мама и папа. Люди, которые рядом с ним, в семьях. Которые позаботятся о нем, которые будут рядом, которые поднимут его, вырастут его, вложатся в него. Вот так устроен мир. Знаете, кто устроил так мир? Бог Отец. Мы ничего не можем придумать другого. Бог не придумал интернат, коробку, куда он и поместил. Человек идет там. О нем заботятся какие-то люди, которые приходят на работу. Бог поместил в семью. Папа, мама. Да. У нас большущий кризис семей. Согласны? У нас 60% в Украине семей распадаются, не доживая до 10 лет совместной жизни. Представляете, 60%. 6 из 10. Не могут дожить. И, соответственно, дети рождаются. Детям еще не исполняется 10 лет, а уже у них кого-то нет. Это большущий кризис. Большущий кризис системы защиты детства и большущий кризис семьи. Вот в чем проблема. Но детям нужно жить в семье. И последнее, с чем мы едем, это то, что мы верим в то, что, касаясь каждого ребенка, мы меняем будущее этого ребенка. Мы меняем будущее конкретного города, Львова, Чернаграда. Мы меняем будущее всей Львовской области. Мы меняем будущее Украины. Мы меняем будущее мира. Будущее зависит от прикосновения к каждым знакомым. Аминь. И Бог Отец побуждает нас ехать и крутить педали. Ребята едут и делают это ради того, чтобы Украина и мир были без сирот. А сюда мы приехали, чтобы Львов и Львовская область были территорией без сирот. Для этого мы у вас. Принимаете? Можем. Хорошо. И теперь я передаю слово. Я сам от Альянса Украины без сирот. Мы едем, мы как вместе с этим белоэкшеном. Но такой идейный вдохновитель и человек, который прокопил 15 тысяч километров педали. Это Гена. И я передаю микрофон именно им. Мир вам, братья и сестры.